На минувшей неделе в мировом автоспорте зажглась российская звезда. Роберт Шварцман и Никита Мазепин впервые в истории заняли первые места подиума. И после двух выигранных гонок Шварцман остается лидером чемпионата с жесточайшей конкуренцией. А вот автомобильные производители сенсациями не удивили. Toyota провела рестайлинг седана Camry и приготовила новую модификацию Corolla. Nissan представил компактный бюджетный кроссовер по имени Magnite. Lada объявила цены на Ниву, выкупленную у Chevrolet. Седан Kia K5 для России встал на конвейер калининградского завода Автотор. А государственный Автодор повысил скорость на свежей трассе М11 Москва-Петербург и развернул новую дорожную мегастройку Магистраль М12 от Москвы до Казани. После двух этапов в австрийском Шпильберге мировые формулы переехали в Венгрию. Гран-при выиграл Льюис Хэмильтон, а благодаря третьему месту Вальтери Ботоса команда Mercedes стала почти недосягаемой в Кубке конструкторов. Почти таким же выглядит и зачет чемпионата. Хэмильтон заслуженно возглавляет список. Ботос спустился на строчку ниже. А третьим числится Ферстаппин, оттеснивший пилота Макларена Ланды Норриса. Единственный россиянин Даниил Квят закончил гонку двенадцатым. В Формуле-2 пилот программы СМП Рейсинг Роберт Шварцман снова произвел фурор. В квалификации Роберт показал только одиннадцатый результат, но субботнюю гонку провел блестяще, а команда Према Рейсинг выбрала удачную стратегию. Заметим, что поздравить Роберта с победой пришел никто иной, как глава Скудерии Маттия Бенота. Ведь Шварцман считается воспитанником и гоночной академии Феррари. На второе место поднялся еще один россиянин Никита Мазепин. И это едва ли не первый в истории победный дубль виртуальной сборной России в Формуле-2. К слову, на третьем месте приехал Мик Шумахер. В воскресной гонке, согласно правилам реверсивной решетки, Шварцман стартовал восьмым, но уверенно отыграл четыре позиции, а следом за ним снова финишировал Мазепин. Компания Мазерати запоздала, занялась электрификацией модельного ряда. Первой бензоэлектрической ласточкой стал седан Гибли. Ему имплантировали рядную двухлитровую четверку, дополненную 48-вольтовым стартер-генератором. По отдаче такая силовая установка лишь немногим уступает более привычному мотору V6. Зато гибридный седан полегчал на 80 килограммов, а потому достаточно шустр. При этом итальянцы скроили довольно хитрую выпускную систему, чтобы ни водитель, ни окружающие не поняли, что под капотом упрятаны четыре горшка вместо шести. Впрочем, знатоки все равно отличат гибридный Гибли от других. У него другая решетка и фонари, а кузов украшен синими акцентами. Калининградский завод Автотор начал выпуск седанов Kia K5. Под этим индексом на российский рынок выходит наследница модели Optima. Новинку решили собирать из крупноузловых комплектов, а значит о сколько-нибудь глобальной локализации речи не идет. Со сменой поколений седан стал крупнее. Интерьер украшает цифровая приборная панель и 10-дюймовый центральный дисплей. Впрочем, будет ли эта мультимедийная красота достоянием базовой версии, мы узнаем только осенью, со стартом продаж. Для России сертифицированы две переднеприводные модификации с автоматическими коробками передач. Базовой версии на механике больше не будет. Начальный двухлитровый мотор взят от прежней Optima. В пару ему положен шестиступенчатый автомат. А вот старший силовой агрегат с непосредственным впрыском бензина и восьмидиапазонной коробкой. Ниссан заготовил новый бюджетный кроссовер для развивающихся стран. Модель под названием Magnite формально носит статус концепта. Но это чистая формальность. Серийная версия почти не будет отличаться от шоукара. Изначально паркетник проектировали под марку Datsun. Но недавно Ниссан решил закрыть этот бренд и в итоге Magnite примерил ниссановские шильдики. Хотя формы решетки радиатора и ходовых огней остались датсуновскими. По технике Magnite довольно примитивен, так как построен на ультрабюджетной платформе CMFA. Трехцилиндровый мотор атмосферный или с турбонадувом. А вот привод только передний. Через несколько месяцев новый Ниссан стартует в Индии. Затем запланирована экспансия и в другие регионы. Так что теоретически новинка может прийти и в наши края. Toyota Camry продается в Америке уже 4 года. Пришло время рестайлинга. Хотя по факту дело ограничилось правками форм переднего бампера. Салон перекроен под увеличенный экран медиасистемы. Раньше он помещался под дефлекторами вентиляции. А теперь водружен поверх передней панели. Вдобавок пресс-релиз проговаривает улучшенную отделку и доработанную шумоизоляцию. Плюсом идет новая обивка сидений. А также система, которая напомнит забывчивому водителю, что на заднем диване остались пассажиры. Комплекс помощников Toyota Safety Sense обновлен. Электроника лучше распознает автомобили, велосипедистов и пешеходов. А особенно в темноте. Силовые агрегаты прежние, но есть один любопытнейший нюанс. Если в России продаются только переднеприводные Кэмри, то в США с 200-сильным атмосферником и 8-ступенчатым автоматом можно заказать систему полного привода от RAV4. Тем временем в Европе Toyota продолжает расширять линейку машин с приставкой GR Sport, где GR это газу-рейсинг. Под псевдогоночную переделку попала Corolla. И, забегая вперед, сразу скажем, что оспортивленный седан появится и в России. В первую очередь он придется по вкусу ценителям минимализма, ведь авторы новинки без сожаления избавились от вычурной хромированной отделки. Взамен появился сдержанный декор черного цвета как снаружи, так и внутри. Конечно, тойотовцам стоило бы взбодрить механическую часть. Скажем, доработать подвеску или форсировать мотор. Но технически Corolla GR Sport идентично стандартный и поступит в продажу зимой. Мода на кроссоверы переходит все границы. Псевдопаркетники появляются и в коммерческом сегменте. Так, однотонный фургон Ford Transit Connect и его пассажирская версия Tourneo Connect обзавелись кросс-версиями. У них черные накладки по кругу кузова, оригинальные 17-дюймовые колеса, а самое важное – завышенная подвеска. Дорожный просвет спереди увеличен на 24, а сзади – на 9 мм. Интерьер украшен любопытной контрастной отделкой. Полного привода нет, но фургончиком должно хватить винтового самоблокирующегося дифференциала, который Ford готов ставить за доплату. Впрочем, в России коннекты не продаются, зато на Украине гамма коммерческих Ford представлена во всей красе. А значит, под занавес года любопытный псевдопаркетник должен появиться у дилеров. Платную магистраль М12 от Москвы до Казани правительство России поручило ввести в эксплуатацию всего через 4 года. Поэтому в Подмосковье стройка уже началась. И глава автодора Вячеслав Петушенко даже обрисовал стоимость проезда – примерно 2,5 рубля за 1 км пути для легкового автомобиля. Таким образом, дорога от Москвы до Казани обойдется в 2 тысячи рублей. Или на 400 меньше с традиционной 20% скидкой за использование транспондера. Протяженность трассы составит около 800 км. Однако точный маршрут не определен. Проблемным остается обход Владимира, где местные жители протестуют против всех предложенных вариантов трассировки. А вот запущенная прошлой осенью трасса М11 Москва-Петербург стала быстрее. На большом отрезке легальная скорость повышена до 130. Теперь с такой скоростью можно будет промчать сразу 335 км пути. От обхода Торжка и до 543 км дороги в Новгородской области. В перспективе оператор дороги компания «Автодор» повысит лимит и на других участках. Поправки в российский закон об ОСАГО вступят в силу 24 августа. Страховщики получат больше свободы в определении тарифов. Например, теперь при расчете стоимости автогражданки учтут грубые нарушения ПДД. Пьяное вождение, выезд на встречку, превышение скорости более чем на 60 км в час и прочее. Аккуратные водители смогут рассчитывать на скидку, а нарушители заплатят больше. Кроме того, страховые компании смогут устанавливать цены, исходя из семейного положения, возраста клиента или иных критериев, которые, на их взгляд, свидетельствуют о порядочности водителя. Основная идея в том, чтобы индивидуализировать базовый тариф. То есть ту сумму в рублях в границах устанавливаемого ЦБ тарифного коридора, потому что по каждой категории там есть не больше сталькита, не меньше сталькита. И вот страховщик сможет более точечно настраивать именно базовый тариф, который потом будет умножаться на все вот эти коэффициенты, включая коэффициент КБ. Вместе с тем должны вступить в силу поправки проекта Центрального банка. В частности, будет снижен коэффициент территории. В некоторых городах до 5,2%. Пока это проект, и до того, как выйдет само указание, уже утвержденное, опубликованное, мы, конечно, не можем быть уверены, какие это будут цифры, но в проекте действительно предусматривается снижение. Ну и по ряду территорий по крупным городам. И Казани, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Там довольно много изменений в этом смысле. О полной отмене коэффициента территории и мощности автомобиля речи пока не идет. Хотя эта идея неоднократно обсуждалась в правительстве и парламенте. А вот тарифный коридор вновь будет увеличен. Теоретически, страховщики могут этим воспользоваться и задрать цены на автогражданку. Однако в 2019 году вилка уже расширялась на 20% в каждую сторону. А страховая премия по итогам года все же снизилась на 5%. Совсем недавно АвтоВАЗ провел ребрендинг Нивы. Внедорожник, наконец, избавился от эмблемы Chevrolet и щеголяет фирменной ладьей марки Lada. Теперь стало известно, что формальная смена фамилии и национальности почти не сказалась на ценах. Во всяком случае, прайс-листы на ладу аналогичны прошлым. За двумя исключениями. Названия комплектации подведены под фирменный стандарт лады, а упрощенная, ультра-дешевая версия исключена из гаммы. Тем временем европейские дилеры лады окончательно свернули продажи. Последние машины прибыли из России под занавес прошлого года и теперь запасы продавцов иссякли. Вынужденный уход вызван не только новыми экологическими нормами Евро-6Д, которые дорого встали всем производителям. Вдобавок Еврокомиссия установила средние выбросы углекислого газа для модельного ряда каждой марки. Не имея ни гибридов, ни электромобилей, Lada не смогла выполнить норматив 95 граммов СО2 на километр. Ведь это означает около 4 литров бензина на сотню. Потерю Гранты и Весты европейские продавцы Lada восприняли относительно спокойно. А вот по поводу Lada 4x4, то есть старой Нивы, поднялся шум. Так европейский дистрибьютор автоваза, немецкая компания Lada Deutschland, даже оформила официальную петицию, требуя вернуть марку на рынок Евросоюза. Документ, направленный российским властям, тольяттинскому автогиганту и альянсу Renault-Nissan Mitsubishi, подписали более 2000 человек. Правда, в итоге на встречу бизнесу двинулся не автоваз, а совсем другие люди. Так инженер российского происхождения Юрий Постников заявил, что готов наладить мелкосерийное производство нового внедорожника на базе классической Нивы. К слову, несколько лет назад Постников пытался доказать, что концепт Vepr Next — его идея, украденная Горьковским автозаводом. Однако прошлым летом арбитражный суд Нижегородской области признал, что сведения, распространенные Постниковым, не соответствуют действительности и нанесли ущерб деловой репутации автопроизводителя. Но сейчас не об этом. Задумку вернуть Ниву европейцам поддержали весьма авторитетные люди. Это Владимир Ярцев, Антон Губа, Александр Романов и Владимир Петров. Скажем, Ярцев является автором облика ВАЗовской десятки. Он давно обосновался в Бельгии, где занимается автомобильным и промышленным дизайном. За Антоном Губой стоит компания СуперАвто, известная переделкой автомобилей Лада. Именно СуперАвто бросит в общий котел наработки по проекту Асфет. Это каркасно-панельный внедорожник на агрегатах Нивы. Предполагается, что машина получит более качественные комплектующие, нежели автомобили из Тольятти. Местом сборки выбран немецкий Магдебург. Видимо, скоро последуют и другие подробности громкой затеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова